Приветствую вас. Вообще-то, конечно, с точки зрения психологии, я полагаю, что правильнее было бы поисследовать то, как вы восприняли его появление и вот эту вот психотематическую реакцию у вас, которая возникла. Температура, то, что вам было плохо, вот. И с точки зрения психологии, опять же, было бы правильно все вот это вот посмотреть и определить те чувства у вас, которые, собственно, и стали причиной подобных, ну, подобных переживаний того, что у вас температура появилась. Да, вот этот вот негатив какой-то был. С точки зрения психологии, было бы правильно сделать именно так. Ну, раз вы говорите, что все прошло, раз вы говорите, что хотите просто его понять, да, то я могу вам ответить и на это, в принципе, вот. И скажу, что, во-первых, ваш мужчина, бывший, к сожалению, попал к психологу непрофессионалу, вот, потому что психолог-профессионал советовать не будет ничего, ничего, тем более не будет советовать ничего такого, так сказать, судьбоносного, да, потому что эти решения, как правило, принимаются самим человеком, самим клиентом, вот. И ваш молодой человек недостаточно уверен в себе, недостаточно самостоятельен, скажем так, в принятии решений за свою жизнь, вот. Как следствие, он не свободен в своем, ну, например, выборе, он не свободен в своих поступках, он не свободен в своем поведении, вот. И обычно, когда люди не свободны в своем поведении и поступках, обычно возникает неудоблетворенность. То есть, ощущение, что я, я там, что-то сделал не так. Ощущение, что я поступил неправильно. Ощущение, что я, ну, не должен был так поступать. Ощущение, что за меня решили, ну, другие люди. Вот. Понимаете? И это неудовлетворенность вашего мужчину. Она преследовала его и, наверное, преследует до сих пор. То есть, он поступил не так, как хотел. Он поступил не так, как мог поступить. Он поступил не свободно в этой ситуации. Ну, вот. Своей. И он, как результат, достаточно серьезно фрустрировал на эту тему. Ну, потому что, по-другому не бывает, да. То есть, не бывает, чтобы человек, значит, будучи не свободным в принятие своих решений. Вот. Оставался, значит, удовлетворенным. Вот. Такого, к сожалению, не бывает. Поэтому мы можем видеть, как он мучается. Мы можем видеть, как ему не по себе. Мы можем видеть, как ему, как он страдает от противоречивых. Значит, чувств. Вот. Мы можем видеть, как ему плохо. То есть, он сам, вроде бы, как понимает, что поступает нехорошо. Вот. Понимает. Понимает он, что действует неправильно. Вот. Он это все понимает, но сделать ничего не может. Вот. То есть, его желание, они, как бы, сильнее. Они сильнее. Сильнее его. Сильнее мужчинам. Мужчинам здесь. Вот. И это влияет на его мысли. Это влияет на его мысли. То есть, я имею в виду, что это влияет на то, на то, что он думает, на то, как он себя ведет, на то, чего он хочет, на то, что ему нужно. Вот. Это. Это серьезно влияет на него. 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 Значит. Влияет настолько. Сильно. Сильно. Что. Скорее всего он. Вот. Все время, да. Все время, что. Вы были не вместе. Да. То есть, все время, что он был не с вами. Он думал о вас. Вот. В этот момент. То есть, я, конечно, не знаю. Вот. Но. Как правило. Получается так. И в итоге. В итоге. В итоге. Там. Там было в итоге все. Да. Там был и стыд. Там была и неуверенность в себе. Там была и обида. Вот. Какая-то. Да. Обида на кого. Понятно на кого. В первую очередь на себя самого обида была. Вот. Ну, на мой взгляд, это очевидно. Это очевидно. На кого была обида. Ну, сама вот себя только. Вот. А, значит. Гордость, стыд, вина перед своими родными за то, что у него такие мысли имеют место быть. Вот. Вот. И это, это отражается в вашем диалоге с ним. Как он себя ведет. Да. То есть, вот. Он ведет себя без какой-то четкой позиции. Да. То одно, то другое. То одно, то другое. Вот. Это говорит о том, что человек, ну вот, мечется. Человек мечется. Человек находится во власти своих желаний. И на самом деле, на самом деле, ему нужно обратиться к психологу, вот, только на мой взгляд, к профессиональному психологу, вот. Который помог бы ему справиться с его переживаниями, с его чувствами, с его эмоциями, с его потребностями, которые, вот, ну, не удовлетворяются сейчас. Вот. И прийти к пониманию того все-таки, кто он есть, и что он из себя представляет, вот, что он хочет и так далее. И как вообще эта ситуация вся стала возможной. Вот. А что касается вас, что касается вас, то мне представляется очень важным, чтобы вы, чтобы вы, чтобы вы также обратились к психологу, также обратились к психологу, потому что, ну, знаете, вот, как бы вы ни говорили, что бы вы ни говорили, такая реакция говорит о том, что вам не все равно. Вот. Ну, вы, в принципе, сами пишите о том, что вам не все равно, вот. Ага, раз вам не все равно, значит, он вас еще всем доцепляет, вот. Вот. Окончательного вы выбора вполне возможно не сделали еще. То есть, может быть, думали, что сделали, вот. Но, по итогу, может быть, не сделали, вот, раз у вас такая реакция на него. И отношения вы не доверсили ни с ним, вот. Ну, потому что сами вы у психолога, я так понял, не были, вот. А надо бы, надо было бы, вот. Кстати, отдельным пунктом здесь идет причина, по которой человек вообще, собственно, к психологу-то вообще пошел. То есть, то есть, зачем? Вот он обратился сам к психологу. Для чего? Если честно, ага, не очень этот момент мне понятен. Что если у него были какие-то проблемы, да, то не очень, не очень понятно, решил ли он их. Потому что, ну, он нашел вас. Встретил вас. А, по идее, ему с вами было хорошо, по идее. Вот. С какой-то стати, вдруг, психолог советует ему с вами не быть. По какой причине, почему не быть, непонятно. Ого. И это, конечно, точно сдается в исследовании. Вполне возможно, что для вас этот вариант, для вас эта, ну, вот эта вот часть остается как раз-таки непонятной. И именно из-за этого вы до сих пор чувствуете, вот вы говорите, да, вот вы пишете, не совсем мне это безразлично, я понимаю. Вот что вы с этим будете делать? Это ключевой момент, что вам не совсем безразлично. Либо вы с психологом будете это прорабатывать, переживать, переживать снова и снова, да, пока вас это не будет строгать, пока вас это не перестанет задевать и так далее. Либо вы будете делать так, либо вам нужно будет встретиться все-таки с ним и завершить уже отношения. Потому что, ну, как бы хорошо вам не было с мужем, но незавершенные отношения, они могут оказывать влияние, если они действительно незавершенные. Понимаете? Вот, тем более, любовь была очень сильная и так далее. А это иллюзия. Это иллюзия, что если станет понятным, ну, понятной причиной поведения человека, то будет легче. Это иллюзия. На самом деле это не так. Легче не будет, потому что всегда, во-первых, будут сомнения какие-то, да, то есть, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, это такое своего рода, ну, своего рода года, не знаю, своего рода года, там, такое. Вот. И по итогу вы так никуда и не придете. Потому что это работа не с собой, да, это работа не с тем, что вас касается напрямую, а с тем, что касается другого человека. Что касается другого человека, никак не влияет на вас. На этом все. Надеюсь, что я объяснил вам, почему мужчина так себя повел. Надеюсь, что раскрыл основные проблемы, которые вам нужно решать самой. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.